Объем ввода жилья в набережных Чулнах останется на уровне прошлого года и составит порядка 300 тысяч квадратных метров. Сегодня об этом заявил мэр на плановом объезде строящихся жилых домов. В поле внимания главы города попали дома жилого комплекса Sunrise City и дома, возводимые по программе соципотеки. Когда в них смогут заселиться жильцы, об этом и других новшествах расскажем в следующем сюжете. У нас будет пять кинозалов на двух этажах. На втором этаже два кинозала и на третьем этаже три кинозала. На сколько посадочных мест общие? Общее количество мест 700. Кинотеатр, кафе, торговые павильоны. 80% коммерческих площадей уже полным ходом работают в Sunrise City. В феврале территория будет задействована полностью. Что касается жилья, то уже сдано около 300 квартир общей площадью 24 тысячи квадратных метров. Состройщик вложил в их строительство 5 миллиардов рублей. Еще 500 квартир, а это уже вторая очередь строительства, сдадут в 2018-м. Там мы перепланировку сделаем, потому что мы отзывы слушали на первую часть, и мы перепланировку сделаем. Иногда говорили, что у нас и кухня маленькая и так далее. Сегодня в беседе с журналистами Наил Магдеев затронул и ситуацию с главой группы компании Еврогрупп Алексеем Мироновым. Напомню, его компании проходят по двум уголовным делам по факту продажи земельных участков. По словам мэра, они вернулись на баланс города. Приобрести их можно, но только через аукцион. На сегодняшний день компаниями, принадлежащим Алексею Миронову, возвращено в город 28 земельных участков площадью 53 гектара на сумму более 2 миллиардов рублей. Следующей точкой визита делегации стали дома, возведенные по программе социепотеки в этом году. На 183 и на 194 квартиры соответственно. На улице Гвардейской в поселке Сидоровка построены два дома по социепотеке. Первый, в котором мы сейчас находимся, примет жильцов уже 8 и 9 декабря. А заселение в доме по соседству произойдет в середине этого месяца. Чистовая отделка, обустроенные дворы и детские площадки, новый асфальт на местных дорогах. Все готово к заселению. Микрорайон Сидоровка не богом, не мэром не забытый микрорайон. И мы считаем своим долгом все микрорайоны, и Новый город, и ГЭС, и ЗЯБ, и Сидоровку соответствующим образом обустраивать. По программе социепотеки в 2018 году планируется строительство четырех домов в 63-м комплексе. Это составит 90 тысяч квадратных метров жилья. Также в микрорайоне появится новая дорога, которая пойдет от проспекта Ешлик на 40 лет победы, захватит 63-й комплекс и выйдет на кольцо на улицу Полякова. Ландышка Пранова, Эльнар Мустафин, Челны, 24.